Однако сейчас на помощь к чиновникам пришла программа «Аренда за рубль». Об ее условиях и том, как она поможет сохранить историческое наследие Оренбурга, узнала Ольга Григорьева. Михайловские казармы построили в 1750 году. До 2012 они принадлежали Министерству обороны. Потом имущество перешло в собственность Оренбургской области. Это один из старейших памятников регионального значения. Заходишь сюда и время будто останавливается. Только представить, что видели эти стены за 300 лет. Но через пару минут пребывания внутри призрачная романтика исчезает. И открывается реальная картина. Долгие годы это место притягивало бомжей, алкашей и наркоманов. Сюда часто захаживали фотографы в поисках идеальной картинки жанра постапокалипсис. Здание несколько разгорело, сейчас оно частично разрушено. Уже давно обвалилось крыши и лестницы. Целы только толстые стены, шириной в метр и фундамент, в основе которого огромные каменные глыбы. Находиться в здании реально опасно и несколько лет назад было решено поставить объект на охрану. Рамиль Фарахов, местный страж, признается, что до сих пор сюда захаживают незваные гости. Быстренько мы их ломим и выгоняем отсюда. Обход делаем мы до обеда два раза обход делаем, после обеда два раза обход делаем, обязательно. Сколько в таком состоянии простоят Михайловские казармы, вообще не ясно. Бюджетных денег на реставрацию пока нет, вложения нужны колоссальные. Впрочем, как и на многие другие объекты культурного наследия, только в городе насчитано 39 памятников, принадлежащих муниципалитету. Однако городской совет принял новый для нашего города проект. Важный объект теперь можно будет взять в аренду всего за один рубль. Суть в том, что инвестор за семь лет должен отремонтировать ветхий дом, памятник культуры, не нарушив исторический облик здания. Во-первых, объект предоставляется на длительное время, до 49 лет. В течение всего срока пользователь этого объекта не платит налог на имущество, потому что объект не выбывает из муниципальной собственности, по нему лишь передается право владения и пользования. То есть в течение семи лет потенциальный пользователь, он обязан произвести ремонтно-восстановительные работы. Дмитрий Цветков отмечает, что взаимовыгода между городом и арендатором очевидна. Экономическим, так скажем, стимулом к тому, чтобы сделать это быстро, является тот факт, что по процедуре сначала на торгах торгуется этот объект, исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Право платить аренду в размере одного рубля за квадратный метр будет осуществляться пользователем после того, как он везет его в эксплуатацию. Стоит отметить, после 49 лет предприниматель может продлить договор, либо выкупить дом. Пока здания юридически оформляются, но два памятника уже готовы к реставрации и вот-вот выставятся на торги. Взять в аренду уже скоро можно будет усадьбу купца Сипаилова на Мавритского, 76. Оно выполнено в стиле эклектика в 1868 году. Позже в здании размещалась губернская чрезвычайная комиссия. На диспансерном, 6, юридически готова к торгам, жилая городская усадьба Богданово. Этот памятник архитектуры построен в конце 19 века в кирпичном стиле. Остальные 37 объектов представлены на сайте администрации с подробным описанием. Дмитрий Цветков, кстати, отметил, что на участие в программе уже есть отклик. В комитет по имуществу было 9 обращений. Но нужно понимать, что не так все просто. Реставрация памятников культуры – целая история. Все это дорого, долго и очень сложно. Реставрация всегда дороже, чем, допустим, обычный ремонт. И иногда даже дороже, чем новая строительство. Любая проектная организация работает только на основании заданиями тертокультуры. Затем проектная организация выполняет целый комплекс работы. До того, как выполнить эскизный проект, обязательно выполняются обмерные работы, всесторонние обследования здания, историко-архивные исследования, архитектурные исследования. Поэтому будущий арендатор должен прикидывать, на что идет. Однако проект уже успешно практикует в городах России. Для Оренбурга это, пожалуй, единственный вариант преобразить памятники культуры и архитектуры. Вообще сохранить наследие, причем не вкладывая бюджетные средства. Это огромная возможность и для инвесторов. Полвека использовать отреставрированные здания в центре города в своих интересах. Причем за символическую сумму. Ольга Григорьева, Дмитрий Григорьев. Наше время.